Добрый день. Сегодня хотела поставить вопрос о том, как заниматься с детьми на органе, с детьми младшего возраста. Потому что возникают всякие дискуссии, некоторые говорят, что сначала должна быть готова пианистическая база хотя бы какая-то, только после этого приходить к занятиям на органе, кстати, и к клавесине. Я придерживаюсь совершенно другой точки зрения, и помогает мне в работе более чем 30-летний опыт педагогической работы как пианистки. И знание фортепианного детского репертуара это очень помогает. И в общем-то все это, конечно, взаимосвязано. Тема моя сегодняшняя работа с учащимся в младший класс, в классе органа, техническое развитие и вопросы репертуара. Ну вот первый урок. Сегодня я представлю запись. Ребенка, я не повезла, сюда маленького. Сложности нашей жизни. Платить няням, срывать со школы. На что мы обратили внимание на первом же уроке? Немножечко рассказала я об устройстве инструмента, но это уже каждый педагог по-своему делает. В зависимости от времени можно и книжки показать, и картинки показать, и послушать, как звучит орган. Познакомить с регистровкой и показать особенности звукоизвлечения, и проанализировать, в чем разница звукоизвлечения на рояле и на органе. Сейчас такая замечательная у меня маленькая девочка-пианистка. Надеюсь, что со следующего года мы уже официально попадем в класс органа, как предмет по выбору. Но вот сейчас мы это делаем иногда в рамках фортепиано. Сегодня у нас был первый бюрок на органах. Начнем мы с того, что орган откроет. Слышно, да? Ну ладно, чуть-чуть погромче. Берем, что можно, да? Ну, сразу хочется играть, конечно. А не звучит почему-то. Задача, да? То, что вы на фортепиано обручили, сейчас мы будем пробовать. Задача, да? Сейчас я начну обращать ее внимание на разницу в артикуляции на фортепиано и на органе. Вот это там, пам, длинные ноты на рояле надо допеть, а на органе она перевешивает. Вот сейчас мы попробуем немножечко этим заняться. Задача, да? Чехология. Проектная presidency. магнитная, разработка-з Bäродка-з 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 Bäisoftu. Он должен быть в бь zipper в бедах. И сейчас мы попробуем тебе её музыка бежимой. Ну а хорошо реагирует очень. Чудесный ребенок совершенно. Субтитры сделал DimaTorzok Это все можно с синтезаторами делать. Рояль тут не подходит со всем, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше поговорим о техническом развитии. Сначала о мануальной технике и потом о педальной технике. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше замечательное упражнение на кончик пальчика подковки. Деткам это помогает сравнение с лошадкой. Какой-то лошадка. Ощущение игровой части пальца и всех косточек. Деткам это выглядит. Вот так это выглядит. Фотографии и... Деткам это. Деткам это. Можно карандашик поделать. Карандашик. Я пальцами делаю. Каждый пальчик. Замечательно. Еще очень хорошее упражнение на собирание пальчиков. То есть ощущение первого пальца с каждым. С пятым, с четвертым. С третьим, с вторым пальчиком. С каждым. И собрать пучочек. И вот такой пучочек. Но не давить ни в коем случае. Это очень хорошее все упражнение. С четвертым. С четвертым. С четвертым. Мы это делаем. Попрежше сделаем пальчик. Все собираем пальчики. Чтобы не торчали. Все от колоколов. Кругленькие. Морошие пальчики. Третьим. Замечательно. Вторые. Очень хорошее упражнение. Да? И теперь пучочек. Ну, молодец. Не зажимается у них рука вот когда. Не зажимается у них рука от вот мысленного напряжения. Когда они пытаются сообразить, что вот им нужно первое с четвертым. Надо стараться. Нет. Ну, это сначала одной ручкой. Ни в коем случае, чтобы не зажимали, чтобы не давили. Мне кажется, у них сразу. Да. Она сейчас на камеру старается. Да. Она вообще-то хрестоматийная. Это пианисты все. Она на камеру старается. Просто сейчас, может быть, немножко. Именно. Ну, как котеночка вот они, если любят, да, потискать. Да, мертвые хватки, да. Чтобы вот этого не было. Поэтому все время ручку освобождать, конечно, следить. Конечно. Конечно, да. Вот. Не сказала я о посадке. Там были фотографии, я прискочила. Ну, ровная спинка, конечно, стараться следить. Вот теперь работа над этюдом. Вот мы таким образом работаем в классе на синтезаторе. Тоже пятипальцевый этюдик. И потом можно перенести на орган. Ой. Может не туда. Назад. Как назад. Все, сделала. Тоже пятипальцевый этюдик. Если. Поехали. Ну, постарайся не падать. Постарайся не падать. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 — Там не работала на регистре. — Знакомство с ремонтами. — Добро пропустила, думаю, что одной тоже много. Ну вот давайте посмотрим тогда эту же девочку. Как мой простейший репертуар песни Гнесиной, начальной совершенно пьесы для пианистов, что мы там делали на органе. Причём на фортепиано она сыграет 2-3 раза, ей скучно. Тут это могло быть бесконечно. То есть можно, в частности, учить текст даже таким образом, меняя регистр, и ребёнку интересно, и можно свои задачи. Выполнять, а он даже не понимает, что ты делаешь сам. Да, где же она? Вот она. Нравится? 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Играет музыка 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну, это простая пьеска. Там синхронное вступление педали с ручкой. Это, кстати, вот эта девочка, которая играла в сенсамбле. Та самая Анечка, маленькая. Вот еще одна пьеска. Наш орган с обелием язычковых регистров позволяет ее там довольно ярко играть, Мишки. Перекрестный брак. Перекрестный брак. Перекрестный брак. Музыка хорошая. Я и обещала, если подрастешь, я там серединку досочиняю с ножками. Это вот в сборнике, который будет в презентации, да? Да, я надеюсь. Ну, в принципе, это изначально фортепианная пьеса, но ее можно... Вот я переделала просто на органы, на других октавах. Надо написать середину тогда. Надо Мишку сделать органы. Надо сделать серединку только, наверное, с указанием, что если не достают ножками, то можно играть вот только кусок этот. Они все целиком. Там есть идея среди ножки, потом ручки, ножки, ручки в центре. Но она только вот сейчас стала доставать. Вот здесь. Это из нотной тетради Нанерли Моцарт или Леопольда Моцарта Минуэтик. На ловкость перехода с мануал на мануал. Ну и плюс еще, конечно, работа над стилем. В соборе Петра и Павла Мальчика. Петра и Петра и Петра и Петра. Петра и Петра и Петра. Петра и Петра и Петра и Петра. когда-то давно-давно она привозила нам в школу свои сборники и я тогда в ней прям купила единственное мы тут немножечко сделали другому мы два раза сыграли начиная с середины пьеска короткая, но мы ее чуть-чуть удлинили но я надеюсь, что Елена Данилян нас простит за это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok на такой пьесе еще возможно решать задачу агогики работа над агогикой потому что много переключений комбинаций, например и ребенок ждет, пока ты не включаешь кнопочку играть нельзя и вот она хочет скорее-скорей и привыкает уже к естественному управлению временем владению временем еще одна пьеса Констана из французского сборника одного Разбитая кукла она великолепно дает возможность работать над легато и в аккомпанементе слышать долголосие когда учишь на фортепиано они не слышат совершенно нижний голос длинные ноты бросают как только переводишь на орган или хотя бы на синтезатор вся ткань становится прямо как на ладони это очень гибкий мальчик сейчас уже в шестом классе француз невероятно пластичный мальчик, это не девочка мальчик французского сбора французского сбора Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 только средства достижения разные, тоже фразы, тоже интонации, где-то опорой, а где-то длиной звук. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Видимо, какой-то набросок для органиста взрослого, пьеска маленькая, а ребенок сам не сыграет, потому что в нижней части клавиатур педали задействованы ноты, просто не достанет. И мы сделали вот с этой маленькой девочкой, с Машенькой, такой ансамбль. Я играла торпедальную партию и все, что в левой руке. Она играла мелодию. Она совсем маленькая, еще была первый год обучения на фортепиано тоже. И мы выступили на вечере памяти Олега Григорьевича, которая ассоциация органистов у нас в школе проводила. Там и взрослые играли, и дети играли. Аплодисменты 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 Ну, ровная спина, правильно, пока играют они на мануалах, всё, мы сидим. А вот второй вариант, вот эта моя Машенька чуть-чуть подросла, стала играть с педалью, вот видите, чуть-чуть идёт искривление. Вот этого я всегда побаиваюсь немножечко, да, когда высоко начинает поясница, немножечко искривляться, поэтому всё время нужно, я стараюсь всё время следить, чтобы не переборщить. — У них пресс слабый, поэтому они едят не могли. — Она не достает, она ползает. Я помню, однажды я занималась в 37-м классе в консерватории, и я не могла справиться с этой скамейкой, кто до меня занимался, я не знаю, но она была поднята до предела, я просто не могла всё осилить и опустить, и мне пришлось так заниматься, я сидела гораздо хуже. Я пришла домой, у меня болело всё, вот, ну, просто приходится следить и как-то вот ждать, когда подрастут немножко, да, осторожно с этим. Ну вот, дальше нормально всё. — Вот это сборочка, о котором мы говорили, маленькому органисту 25 педальных этюдов. Первый этюд — это нолд легато. Да, кстати, об упражнениях не поговорила ещё, но помимо того, что на клавиатуре делаем. Больше всего боюсь всегда, когда начинаешь шлёпаться по клавишам. Вот это вот, не дай бог, конечно. На полу очень хорошее упражнение просто наступить, переползти, наступить, переползти. Ну, такие два упражнения легкие. Чуть-чуть не давить, помогает. Потом на дальнейшее, на развитие голеностопа, для облочин, для выворотов всех этих. Тоже хорошее очень упражнение вот эти. Ну, или суставы полезны. И поехали. Вот эти все, они любят это. Полезные очень вещи, чтобы не было вот этого вот. Потом, когда на педалях тоже, поскольку мало играю, всё-таки раз в неделю. КОНЕЦ